Коллеги, друзья, товарищи, субботний вечер, хотел поделиться некоторыми мыслями о вело и не только. Значит, путем эксперимента было обнаружено следующее. Если мы с вами возьмем 20-дюймовый... Ой, рисует не там немножко. 20-дюймовый велосипед, имеется в виду с колесами. Вот у меня, в частности, Велта. Значит, то я обнаружил, что очень влияет на управляемость и стабильность движения толщина передней покрышки. Ну, я уже это... уже это видео у меня было, я снимал. Вот, значит, но тут неожиданно пришло развитие этой темы. Значит, сейчас у меня стоит такой велосипед. Значит, сзади у меня установлено швальбе-марафон, накатистая покрышка, тонкая. По-моему, полтора, что ли, она шириной. Вот, а спереди стоит вот этот китайский Виндерман, что ли, вот такая толстая покрышка. Значит, я попробовал, поставил впереди тоже тонкую. Ну, как задняя, одного с ним размера. И в сравнении с теперешним, я хочу сказать, что это небо и земля. То есть, с толстой передней покрышкой велосипед приобретает стабильность, устойчивость. И что я путем несложных умозаключений, к чему я пришел. Давайте посмотрим сверху. Вот, велосипед. Значит, когда мы педалируем, то любые неровности вызывают смещение вот этого вектора. И сразу потерю хода, моментально. То есть, я сделал этот вывод, вот, из сравнения передних разного диаметра, ну, не диаметра, а толщины покрышек. Так вот, что я хочу сказать. Это очень показательный пример для именно 20-дюймовых колес, потому что там очень, ненаучно скажу, вертлявый очень руль, поэтому это очень чувствуется. Значит, если взять МТБ велосипед, перейти к нему, то вот эта вот амортизационная вилка, ну, я опять же рисую сверху. Что она дает? Значит, у меня был опыт, я ездил на МТБ с пружинной вилкой амортизационной и без неё, без неё, ну, с жёсткой вилкой. То есть, вот эта амма-вилка, будем её так называть, она как-то гасит, опять же, колебания. И человек с аммой вилкой, он очень, как это, легко едет, потому что его, вот эти неровности, не вектор, он не выбивается, а гасится вот этой вот вилкой. То есть, не только спуск с холма, допустим, зачем нужна вилка, наезд на камень. Ну, то есть, она так спроектирована, я сейчас не могу во всех деталях описать, я это ещё не осознал. Ну, условно говоря, если вы едете на МТБ велосипеде с жёсткой вилкой, вы подобны к анатоходцу. Во-первых, вы постоянно теряете ход, из-за вот этих неровностей, которые вам сбивают вектор, сразу идёт потеря, как это, хода, тяги, как это назвать. Вот, значит, вот к чему я пришёл. Я когда-то в своё время отказался от амортизационной вилки в пользу карбоновой. Вот так как я долго по шоссе не ездил, то я не оценил вот этот эффект. А недавно я ездил с ребятами 70 километров пробег на моём стелсе. Там у него жёсткая вилка, ещё к тому же она такая, знаете, мягкая. Вот, а эти ребята все прут, как танки. Я вспоминаю, что вот с амортизационной вилкой мне очень легко было ехать. То есть, вы крутите, значит, спереди, курсовая устойчивость очень высокая, за счёт вот именно вилки. Вот я что хотел сказать, значит, по поводу курсовой вот этой устойчивости. А, значит, ещё вот что. Значит, тот же рисунок амортизационной вилки, вид сверху. Допустим, вот это шток руля. Ну, вернее, как, да. Вот это ось вращения... Ось вращения чего? Вилки. Так вот, вот эта масса... Масса... Если вы здесь навешаете туринговых каких-то баулов, вот, у вас этого эффекта не получится, потому что всё это дело вихляется и валандается. Должна быть жёсткая масса, закреплённая на... На вот этой... Как бы на радиусе вращения вилки. Вот сегодня пытаюсь излагать. Значит, вот. Вот что я хочу сказать. То есть, всё-таки в амортизационной вилке есть смысл. Хотя, когда я выкинул два с половиной килограмма, я так обрадовался. Ну, потому что я таскал велосипед, с ним упал в Чехове в переходе, вот, вывихнул ногу. Два с половиной килограмма. Это большой вес. Но, если вы куда-то серьёзно едете, вот это очень... То есть, вот, моё сегодняшнее короткое видео, она о чём? Она о влиянии курсовой устойчивости на потерю хода. Ну, как-то так. Извините, если сумбурно. Вот. Так что всем спасибо. Небольшое видео. Вот, что у нас нового. Ну, так пока ничего. Занимаемся делами текущими. Ну, будет отдельное видео. Запишем. Вот. Всем спасибо. До встречи.